Я тоже постараюсь, наверное, начну с того, что вы сказали для меня выступающие, пару комментариев буквально. Начну с Николая. Николай сказал, что у них 180 гектарных человек, а у этого севера, 166, но у нас очень сильнее, я пока сидел на купляторе, посчитал, 166 получилось в одном хозяйстве, в других точно так же. Но на юге у нас в Зенокраде не получается 150, как мы сказали, 100. Больше мы не достигли параметра из-за отсутствия порог и из-за этого севера порога. Это комментарий по действиям. Интересный был комментарий по субсидиям, тоже поделюсь. Мы получили на семинарах, из-за того, что у нас есть собственность на заводе, активно сейчас продаем, в том числе всем коллегам. Но получили в прошлом году субсидии в долларах, это получается 148, в статистическом арбурсе, где-то по порядку, около 30 миллионов, а там, 20 миллионов по миллионам. Это просто только на семинарах. Конечно, там был момент, надо быстро подавать документы, момент документов. В этом году мы озвалили, у нас практически документы по автоматуру. И пока что у нас рекламация в отношении этого не была. Пару слов про мешки. Господин Владимирович выступал. Я хочу поддержать, что это очень хорошая технология, в том плане, что мы сейчас храним у себя в мешках и порядка 100 тысяч тонн зерна. Это, естественно, пройдет на ходе. И считаю, что по себестоимости хранения мы выходим со стоимостью мешка порядка на 250-300 рублей, в зависимости от консалона, потому что мы в основном покупаем китайский либо немецкий. При том, что если мы везем на элеватор, вы все знаете сколько стоимость приемки, отгрузки, которая почти что стоит тех же денег, которые я сейчас назвал, только отгрузкой. Ну и плюс сама работа элеватора, где вы наверняка потеряете часть своего жена. Как бывший работник элеватора, это могло подтвердить. Касательно увлажнения, был такой момент, что можно увлажнять зерно. Мы занимались лет 10 назад такой практикой из практического опыта. У нас не получилось увлажнить больше, чем 0,5. При этом была большая проблема подачи воды, потому что масса идет большая, и даже подать 0,5 процента, соответственно, надо чуть больше подать воды. Очень важно здесь не переборщить, потому что можно создать очки, значит, нагревая, соответственно, нужно очень равномерно это делать. Но вопрос такой неоднозначный, требует добавить на проработки. Я просто, чтобы это не продавать, как готовый продукт, это может быть идея интересная, но надо будет очень аккуратно на него проходить. Небольшого там эффекта я просто возвращаюсь к 5-10 назад, потому что это было 12 лет назад, и мы его делали. Касательно нашей практики по оптимизации затрат, здесь мы об этом говорим в основном, но все, что сказали для меня, это правильно. Я думаю, что надо смотреть больше на то, что происходит с землей, как это правильно кормить. Дифференцирование, работа с дифференциацией много питания. Мы верим в то, что это лучше. Активно сейчас развиваемся на этот проект. И потом... Можно не называть название, но какие-то результаты... Да, я делаю пламы, но, естественно, нужно оборудование, нужно оборудование, которое это будет давать. Нужны селки. Но мы в основном используем баку и джунгер, которые нам позволяют это делать. Это 18-95-м. И потом... Сейчас не помню. Номер, а потом в слайде, селки. Ленточное внесение удобрения. Мы выходим от распрасывания. Мы сеем удобрения. Причем, если не получается вносить удобрения одновременно с селом, потому что мы сеем соль фомофоса, мы носим фомофос заранее, мы делаем за два раза. Но пока так. Пока не получается у нас по-другому, еще есть проблемы с селением опоса на глубину. Не позволяют эти селки, мы с этим столкнулись, они не позволяют нам заглублять сочник селкой с давлением лучше, чем 1-3 сантиметра, чем этот сочник селки. То есть сейчас мы сеем селена на глубину 2-3 сантиметра, мы уже ушли от глубины 4 и 5 уже, нигде этого нет у нас. Мы буквально на поверхности это оставляем, получаем быстрый сход. Но не получается за глубину 3-3 сантиметра, из-за этого у нас получается 2-3 сантиметра. По оптимизации, пару слов про капитальные затраты скажу. У нас, например, чтобы добиться 168 на морозовских, на русских, на человека, мы ежегодно тратим порядка 60 долларов на гектар затраты. Это просто в технике, потому что, мы сам понимаем, что это не бесплатное удовольствие. Такой уровень, как вот сказал агрохолкинг Светлый, такой уровень производительности. Я не знаю, как у вас, но это тоже очень важно понимать. Я думаю, что будущее все-таки это в цифровизации, хотя это очень модно сейчас об этом говорить, но я думаю, что через 10 лет мир изменится полностью в этом плане. И вот эти все технологии фарт-менеджмент-системы, технологии цифрового ноутбука-агронома, где он уже все в поле успел делать, и ему не надо офис держать, чтобы заполнять. Когда он приходит на поле и знает, где он находится, у него уже есть геолокация, техника соходит, геолокация, это, конечно, уже сегодняшний день. В принципе, я думаю, что об этом очень много говорят на конференции, я не буду говорить, но это тоже очень сильно. Наверное, многие еще не совсем, и мы плохо понимаем. Когда ко мне приходят мои коллеги и говорят, Раджи, зачем нам это надо? Я говорю, слушайте, я не знаю, зачем нам это надо, и вы не знаете. Просто мы не знаем будущего, но будущее там, и это не всегда можно посчитать. Либо ты в это веришь, либо ты в это делаешь. Но я думаю, что все-таки мое убеждение, что успех в этом однозначно, и те, кто об этом сейчас не задумывается, скорее всего, будут вынуждены задуматься, либо допускать ошибки. Есть ли мы? Спасибо. А я даже, когда вы в несении, и вот эти эксперименты с громкой в несении, какие-то результаты были, положительная прибавка, да? Есть положительные результаты. Мы начинали работать с громкой в несении с компанией, вы знаете, наверное, слышали, фарма-сэйджи, как она сказать, на Уране. Но, к сожалению, убедились, что нам одного года хватило убедиться, что у них очень общий поверхностный подход, они не вникают в детали, и просто тиражировали очень быстро свою модель, и не успевают, ну, буквально, в смысле, доказывают тот сервис, который нам нужен. Поэтому мы отказались от этого, перешли на работу с компанией «Громод». И он часто здесь выступает, вы все знаете, почему другое, поэтому работаем с господином Турниковым. Угребавки есть ли мы? Да. В пределах назовите, пожалуйста. Смотрите, я назову от дурного внесения, значит, этот дур был неудачный, и в этом году, вы все знаете, что произошло в апреле, и все наши инновации, которые позволили нам развить растения, скажем, в момент мороза, да, они ударили нам обратным ходом. Даже тот же бионоватик, который мы уже применяли массово, уже второй год подряд, а здесь присутствует бионоватик, да? Да, сейчас будет присутствует. Да, мы его оценивали, не увидели ничего в этом году, ну, я просто говорю от себя, да, но мы понимаем, что это, скорее всего, как раз обратная ситуация, что там, где он помог развить, все произошло в обратном, то есть растение построено лучше. Мы увидели, ну, даже в этом году мы увидели прибавку 0,3 центнера, 0,3 тонны, это 3 центнера, да, на гектар в зонах повышенного контентра. А в том году? В прошлом году эта цифра была в 3 раза больше. Ну, 90 центнера, а качество? 0,3 центнера? Нет, 0,3 тонны. 30 центнера. В этом году у СТСО, 30 центнера на полную, 100 центнера, 20 центнера. Он чуть меньше, да? Он чуть меньше, да? А качество? Качество не страдает, потому что все это пенсионное питание. Мы же дискретно все у нас. Есть чего после команды врачом? Друзья, учения, кто выступает, я его уговаривал, не представляю, если у вас есть секрет, у вас есть уникальный шанс, да, что спросить, пока он не убежал. И показывает микрофон. Есть, тогда есть. Можно парагнозировать воздействие, потому что применяем препараты до воздействия от возврата низоморского, а это можно как-то парагнозировать в будущем? Савидуар? Нет, 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 питание, а не просто взорвное, как, ну, вы же покупаете чуть-чуть в осень, еще раз фибротравки семян и так далее, так далее, да? Но как это в будущем скомпенсирует? То есть, мы же не знаем, будут заморозки или нет, а заплаты ищем сейчас. Да, я бы вам рассказать невозможно. Мы бывали вчера с коллегами, которые создали вот эти модели, сам процесс моделирования ситуации, что будет, да? И понятно, что есть повторяемость неких событий, но чередование этих событий предсказать невозможно. Наши коллеги, которые занимаются статистикой, аналитикой, они говорят, что, вот, допустим, в 12 лет, они в основном выделяют эти периоды, а определенные события наступают. Но как они наступят, один за другим сразу, не так непонятно. Исходя из этого, наверное, можно построить модель, скажем так, стимальных затрат, учитывая, что эти события за 12 лет все равно произойдут. Но пока я не увидел людей, которые этим занимаются. Может быть, коллеги из степи, которые занимаются, я не знаю, я, честно говоря, не в курсе, но я думаю, что диетически это можно построить. Но как она повлияет на наше решение, я не знаю. Если говорить о том, что будет с дробным висением и что с почкой будет происходить, такого опыта пока нет. Но есть зоны, которые, ну, 20 лет вам ничего не дают. Ну, вы их не видите просто в пуле, но они действительно ничего не дают. Они вам дают урожайность на 2 тонны меньше в этом же пуле, да, чем зона, которая находится практически рядом. Вот. И пока опыта, что произойдет с этой зоной через 10 лет, если мы не будем туда вносить удобрения, как носилось, плоским методом, но такого нет, такого нет опыта постоянно. Но, тем не менее, вот я был в Бразилии, они уже 20 лет этим занимаются. Но они ничего плохого в этом не видят. Они видят только, они уже 20 лет тиражируют этот метод очень активно. Но у них там другая ситуация. У них осадки выпадают как в расписании, поэтому они не сильно задумываются. У них нет ограничивающего фактора вода. У них ограничивающий фактор. Другие, они смотрят на него, сносят этот плеск, смотрят, что там с почвой происходит, тоже уносят это, и дискретно, не дискретно, они лучше работают. Спасибо. 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 Вы обрабатываете почву, да? Да. Ну, вам без разницы полосовое внесение на фосфор, оно тут перевернуется? Нет. Но полосовое внесение, оно более эффективно используется в фосфор. То есть, его процент захвата снижается. Свобода фосфор остается. Я согласен. Есть канадские работы на русском языке, есть добавок на Союз, как раз именно по той теме, которую вы говорите. Ну, как раз тогда. Если интересно, я вам покажу.